Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Минтруд сообщает, в России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт дорог. Какие улицы приводят в порядок прямо сейчас? Обсудили перспективы дальнейшего развития. В Самаре прошло Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов педагогического направления. Пристроили более 30 хвостиков. В Самаре в выходные прошла выставка животных, на которой можно было забрать кошку или собаку домой. Сдали легкоатлетические и силовые нормативы. В Самаре провели весенний фестиваль «Готов к труду и обороне». Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с топ-менеджерами одного из банков. В стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества. Взаимодействие с одной из крупнейших высокотехнологичных инновационных компаний в банковском секторе имеет для Самарской области большое значение и развивается по многим направлениям. В регионе расположены центры корпоративного и клиентского обслуживания, которые работают на всю страну. Реализуется целый ряд совместных проектов. Открыли первый в России общественный центр. Большие планы по созданию школы 21 на базе кампуса. Для региона это очень важно, поскольку кампус будет носить IT-направленность и будет выпускать до 1000 специалистов в год, что крайне важно и востребовано в экономике. В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщает Минтруд. Социальная пенсия предназначена для людей, которые не приобрели право на страховую пенсию. Социальные выплаты получают люди с инвалидностью и дети, потерявшие кормильца. Также такая пенсия выплачивается военнослужащим и добровольцам с инвалидностью из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. У жителей Самары остается ровный месяц для того, чтобы проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в следующем году. В рейтингу голосований участвуют 20 общественных пространств областной столицы. Некоторые из них ранее уже преобразились. Например, Воронежские озера претендуют на четвертый этап благоустройства. А некоторые территории попали в рейтинг впервые. Это сквер у памятника Чапаева, парк Щерса, дубовая роща в Волгаре, сквер на Авроре и другие. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля. Проголосовать за понравившийся объект может любой житель Самары старше 14 лет на платформе 63.городсреда.ру, на сайте госуслуги или посредством волонтеров. Голосование за новые объекты благоустройства проводится в рамках НАС-проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России. Глава Самары Елена Лапушкина призвала жителей города активнее участвовать в голосовании. У нас весна связана не только с приходом тепла, не только с проведением метчиков по благоустройству, но и, конечно, весна связана уже традиционно с голосованием по территориям, которые планируются к благоустройству в следующем году. Напомню, что по вашему выбору, дорогие телезрители, дорогие самарцы, мы в этом году благоустраиваем парк Воронежские озера, парк Молодежная и улицу Чернореченскую. И вот сейчас есть возможность уже определиться, что же мы будем вместе с вами благоустраивать в следующем году. В прошлом году самарцы проявили, как всегда, активность. Больше 214 тысяч человек проголосовал, а по всей России это почти 11 миллионов россиян. Давайте вместе с вами проголосуем. У нас есть с вами время до 30 апреля. И уже в 2025 году мы вместе с вами увидим, как у нас благоустроится уже привычное общественное пространство, как они получат новую жизнь. В Самаре после череды дождей вновь возобновились работы по аварийно-ямочному ремонту дорог. Литым асфальтобетоном рабочие устраняют дефекты, площадь которых не превышает 5 квадратных метров. В этот понедельник восстанавливали дорожное полотно на нескольких объектах уличнодорожной сети. Сколько участков в городе уже привели в нормативное состояние и сколько еще предстоит, узнала Ксения Баканова. До старта масштабного обновления самарских дорог малыми и большими картами, а также комплексно, остаются считанные дни. Нужно дождаться, когда постоянные среднесуточные температуры воздуха установятся на отметке плюс 10 градусов. А пока в городе продолжается аварийно-ямочный ремонт. Эта мера считается поддерживающей, незаменимой в межсезонье. Специалисты поясняют, на прошлой неделе ремонт проезжей части пришлось приостановить. В течение трех дней шли сильные дожди. Но при первой же возможности его продолжили, чтобы привести локацию в нормативное состояние. В переходный период, когда происходит несильное таяние, пока температура окружающего воздуха не достигла значения до 50 градусов, работа литым асфальтобетоном фактически единственный способ устранять возникающие дефекты на очень дорожной сети. На первом этапе рабочие готовят ямы к заливке. Важно аккуратно обрубить края, чтобы придать им правильную геометрическую форму. Также локацию очищают от пыли и грязи и при помощи компрессорного оборудования просушивают. После этого приезжает кохер, заливается смесью и огораживается колпачками. Температура 210 градусов должна придерживаться постоянно. Если чуть меньше, она застывает, идет плохо. Далее летая смесь разравнивается вручную. После того, как участок дороги подлечили, нужно подождать 15-20 минут, пока асфальтобетон застынет. В противном случае ремонт придется переделывать. Отремонтированную локацию временно огораживают дорожными конусами, устанавливают предупреждающие знаки. Все для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов. Водителям, когда заливают ямы, не надо ездить по этим свежим, залитым. А то, что толку? Строители делают, а мы сами, наоборот, выдавливаем. Сегодня рабочие приводят в нормативное состояние три участка дорог. Бригады направили на Северо-Восточную магистраль, улицы Промышленности и Георгия Ратнера. Перечень объектов уличной дорожной сети, требующих принятия неотложных мер, пополнился. Учитываются не только результаты обследования территорий и замечания, возникшие у профильного департамента и МБУ дорожное хозяйство, но и обращения горожан, а также предписания надзорных органов. К началу апреля в адресном списке насчитываются 98 объектов. Ранее из этого перечня на 47 участках необходимые работы были выполнены. На улицах Лесной, Циолковского, Карбышева, 22-го портсъезда, Осетинской, проспекте Кирова и многих других. Оставшиеся 48 объектов постепенно также будут охвачены поддерживающим ремонтом. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. С апреля по июнь в Самаре продолжат действовать пакетные тарифы на поездки в городском общественном транспорте. Существует 4 вида тарифов на 5, 10, 20 и 40 поездок. При выборе одного из них на каждой поездке можно будет сэкономить от 5 до 7 рублей. Выгоду посчитал наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. В апреле, мае и июне в Самаре продолжат действовать пакетные тарифы. Они помогут сэкономить на проезде в городском пассажирском транспорте. Тарифы доступны пассажирам, оформившим карту жителя Самарской области. Выбирая тот или иной пакет, можно сэкономить от 5 до 7 рублей за одну поездку. По сравнению с первыми тремя месяцами, вот это вот на второй квартал сейчас продлили, поездка выходит на рубль дешевле по каждому виду пакетного тарифа. То есть, если раньше была вилка там от 34 до 32 рублей выходила за поездку, то теперь она составляет от 33 до 31 рубля. По-прежнему действуют 4 вида тарифов. Пассажир может приобрести 5, 10, 20 или 40 поездок. Их нужно совершать в течение 30 дней со дня активации пакетного тарифа. В зависимости от количества поездок, каждый обойдется в 31, 32, 32,5 или 33 рубля. Да, я думаю, это хорошо, что такие тарифы делают вообще для людей. Думаю, это поможет как-то, улучшит что-то. Идея неплохая. Думаю, каждый рубль для жителя – это тоже экономия приличная. И в сумме, если кто много ездит на работы, ну и дети наверняка школьные. То есть, это, конечно, такая ощутимая будет прибавка для бюджета семьи, скажем так. С января по март 2024 года тариф на 5 поездок стоил 170 рублей. Сейчас – 165 рублей. 10 поездок еще в прошлом месяце стоили 335 рублей. Сейчас – 325. 20 поездок обходились в 660 рублей, а теперь – в 640. 40 поездок можно было приобрести за 1280 рублей. В апреле эта сумма снизилась до 1240 рублей. Елизавета Прокопенкова, Петр Поломеев. События. Самарский аэропорт Курумыч перешел на работу по летнему расписанию. Оно будет действовать до 26 октября. В связи с этим происходит целый ряд изменений в графике отправлений и приемов воздушных судов. Из Самары будут совершать полеты воздушные суда 27 авиакомпаний по 41 направлению. Прямыми рейсами можно будет добраться в 23 города России. Самыми популярными среди путешественников традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Появляются рейсы в Челябинск, Томск и Минск. Увеличивается частота полетов в Новосибирск, Махачкалу и Нижний Новгород. Из международных направлений наиболее востребованным будет Турция. Лидером курортных направлений остается Анталья, куда отправляется до 29 рейсов в неделю. В еженедельном режиме можно улететь в Стамбул и Даламан. В летнем расписании заявлены также полеты в Дубай, Шарм-Эль-Шейх, Баку, Ереван, Тбилиси. В Самаре прошло Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов педагогического направления. В нем приняли участие представители более 40 регионов страны. Вместе они обсудили перспективы дальнейшего развития педагогического направления студенческих отрядов. Подробности далее. Анастасия Прошевой 21 год. Она заканчивает четвертый курс университета по специальности «Учитель русского языка и литературы». Еще в 17 лет Настя вступила в студенческие отряды, поработала помощником вожатого и поняла, что ей нравится общаться с детьми. Теперь она куратор педагогического студенческого отряда Республики Коми. Свой регион Настя представила в Самаре на Всероссийском совещании руководителей педагогических отрядов. Для меня это личностный рост, это саморазвитие, это, возможно, построение дальнейшей какой-то карьеры. И в целом это занятие по душе, то, что мне нравится и дарит. Ну, в целом, очень-очень, вся моя жизнь, в целом, она построена на отрядах. Вот, если бы я не была в отрядах, то, наверное, я бы была просто студентом, который учится. Вот, а так у меня есть очень-очень много дальнейших перспектив. В течение трех дней кураторы отрядов из 40 регионов страны обсуждали перспективы развития педагогического направления вместе с руководителем Центрального штаба студенческих отрядов Еленой Писаревой. Мы обсудим перспективы развития самой сферы детского отдыха. Мы поговорим о том, какой вожатый сейчас необходим современному ребенку и что должен знать руководитель того вожатого, который их обучает. Затронем тему вовлечения ребят и демонстрации, презентации деятельности российских студенческих отрядов и того, каким образом можно рассказывать о себе ярко, интересно, понятно и доступно современному студенту. Студенты, состоящие в отрядах, ездят работать на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ловят рыбу на Камчатке и даже принимают участие в строительстве. Но педагогическое направление остается самым востребованным. В этом году от Самарской области уже отработало более 1300 студентов по этому направлению. В эти дни мы будем обмениваться опытом. Как ребята из Самарской области увезут свой опыт, так и они здесь оставят частичку своего педагогического дела. Педагогическое направление остается самым массовым. Оно важно и актуально, так же, как и другие, тем, что ребята работают с детьми, воспитывают будущее нашей страны. Стать участником педагогического отряда может любой студент. Для этого не обязательно учиться на преподавателя. Главное – иметь желание работать с детьми. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. До 21 апреля в Самарском цирке продлятся гастроли нового грандиозного шоу «Гии и Радзе. Пять континентов». В минувшие выходные вместе с жителями и гостями Самарской области почти 500 детей из Белгородской области посетили новое шоу заслуженного артиста России «Гии и Радзе» и компании «Росгосцирк». Юных гостей и жителей города порадовали красочные выступления акробатов, гимнастов, клоунов и дрессированных животных. Также они стали первыми зрителями нового номера «Игра». Ксения Баканова расскажет подробнее. Тепло, радушно, гостеприимно. Именно так артисты нового шоу «Гии и Радзе. Пять континентов» встретили в Самарском цирке почти 500 ребят из Белгородской области. «Благодаря директору «Росгосцирка» Беликова Сергея Григорьевича и художественному руководителю Королевского цирка «Гии и Радзе» дети смогли посетить наш самарский цирк и увидели такую удивительную программу и побывали на премьере. У них масса впечатлений. Я успела пообщаться». В шоу «Пять континентов» задействовано более ста титулованных артистов «Росгосцирка». Представлены масштабные декорации, роскошные костюмы, авторская музыка и невероятные спецэффекты. Юные гости региона также увидели премьеру нового номера – оригинального соло «Жонглёра» Ильи Гусева. «Кто-то увидел балет, кто-то видит «Жонглёра». Это невероятную сказку. И, конечно, спасибо нашему художнику по костюмам Наташи Чистовой. Просто невероятные образы были созданы специально для этого номера». Гастроли шоу «Пять континентов» в Самаре стремительно приближаются к окончанию. Представление проходит по субботам и воскресеньям только до 21 апреля. Осталось всего три недели. Спешите! Ксения Баканова, Пётр Паломеев. События. Пробежать километр, прыгнуть в длину и пострелять в тире – всё это могли сделать участники городского весеннего фестиваля ГТО. Организаторы смогли собрать в одном месте все легкоатлетические и силовые нормативы спортивного комплекса. Как мотивировали участников перед соревнованиями, расскажем в нашем сюжете. Артур Петросян со спортом знаком не понаслышке. Мужчина давно занимается бегом, потому что это тот вид спорта, который помогает держать в тонусе всё тело. Чтобы отслеживать свои спортивные успехи, регулярно приходит сдавать нормативы комплекса ГТО. Вот и в этот раз решил проверить себя не только в беговых дисциплинах, которые давно сдают на золото, но и силовых. Сдать все необходимые нормативы в одном месте – такую возможность получили участники весеннего фестиваля ГТО. Почти 200 человек зарегистрировались на сайте комплекса, внесли свои данные и заявились на спортивный праздник. Сдавали самарцы как длинные, так и короткие беговые дистанции, а также весь силовой блок. Наклоны, пресс, отжимания, подтягивания и прыжок в длину. Представлены и виды на точность. Для взрослых был предусмотрен электронный тир, а для малышей – сектор метания мячей. Моё мнение, что не надо бы себя обязать спортсменам. То есть обыкновенный человек, который просто занимается спортом, совершенно спокойно, с нас готово. Комплекс ГТО с тех пор, как его снова стали принимать в 2015 году, стал неотъемлемой частью всех массовых спортивных праздников. Также нормативы можно сдавать в специализированном центре круглый год, летом – в парке Гагарина. А ещё на подобных городских фестивалях, которые теперь будут проводиться каждый месяц. Более 165 тысяч жителей Самары уже проходили тестирование. Более 10 тысяч получили знаки отличия. Неотъемлемое мероприятие нашего календарного плана и хороший показатель того, чтобы каждый житель нашего города мог оценить свою физическую подготовку, мог проверить себя. Ну и это хороший стимул для того, чтобы заниматься физической культурой и спортом, расти дальше совершенно быстро. А перед сдачей нормативов для мотивации участников провели церемонию награждения знаками отличия ГТО тех, кто до этого показал результаты на золото, серебро и бронзу. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Сегодня ночью учёные зафиксировали опасную вспышку на Солнце, которая произошла в той же активной точке, что и четырёхбальная магнитная буря в начале недели. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического прибора строения. Вспышка спровоцировала выброс крупных масс веществ, которые оказывают сильное ударное воздействие на планеты Солнечной системы. Учёные предположили, что удар может прийтись на Землю. Однако уже утром стало понятно, что Земля не пострадает от солнечной активности, так как планета не попала в прямую линию распространения. Специалисты ожидают, что вспышечная активность главной звезды, в системе которой находится Земля, может продолжиться, но утверждают, что будущая неделя будет геомагнитно устойчивой. Более 30 животных обрели свой дом после выставки «Друг человека», которая прошла в Самаре в выходные. Забрать понравившиеся животные можно было бесплатно. Гостей фестиваля также ждали соревнования среди собак, детективный квест и творческие мастерские. Подробности далее. Более 30 хвостиков обрели свой дом. В Самаре завершился фестиваль-выставка «Друг человека». Он проводится уже в 11-й раз. В этом году в нём приняли участие свыше 200 животных, 120 кошек и около 70 собак, проживающих в приютах. Фестиваль создан в 2018 году для того, чтобы объединить все волонтёрские движения нашего прекрасного региона, чтобы все приюты жили дружно, чтобы собаки из каждого приюта имели шанс пристроиться в семью. При поддержке администрации города Самары, Октябрьского района, мы это мероприятие создали и успешно два раза в год мы его здесь проводим. Здесь не в том, что мы демонстрируем толерантность по отношению к братьям нашим меньшим. Это, в принципе, гуманное отношение человека к человеку, к животным, к природе, ко всему. Этот Киев-фестиваль учит добро. А добро, оно никогда не бывает лишним. И его никогда не бывает много. Ольга Борискина на выставку пришла вместе с мужем. Уверена, если хочешь обрести четвероногого друга, не стоит гнаться за эффектной породой. Счастье гораздо ближе. Просто посмотреть, пообщаться с собаками – это уже удовольствие. Поэтому… А вот такие милые щенки – это из приюта, мне кажется, взять животное даже лучше, чем породистую какую-то собаку, потому что они, наверное, более верные. То есть, если хочешь настоящего друга, то лучше взять его именно из приюта. Мы сюда пришли, потому что здесь много собачников, мы тоже собачники. И кроме общения с собаками, у нас идет общение и человек с человеком, в том числе и по вопросу собачьего жизни, ухода, ну и такие собачьи вопросы. Забрать понравившиеся животные можно бесплатно. Новых хозяев сотрудники приютов проконсультируют по всем вопросам. Животные, содержащиеся в приютах, проходят процедуру обязательной вакцинации. В программе фестиваля также предусмотрены спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, музыкальная программа. За годы проведения фестиваля новый дом обрели более тысячи животных. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Николай Епифанов. События. Стартовал прием заявок на участие в фестивале стрит-арта ПФО «Форум Арт». Он будет посвящен году семьи. Молодым художникам предлагают создать граффити под единым брендом «Единство поколений». Участниками конкурса традиционно могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет. Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля введена специальная номинация «Труд-крут». В этой номинации художникам предлагают создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценностей труда и рабочих профессий. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта. Он указан на экране. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В апреле в России стартует День собственника, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. В период с 13 апреля по 13 июня управляющие организации проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием системы ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении госуслуги.дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Скачав приложение собственник дома, в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и проголосовать за выбранное решение. Система подсчитает голоса автоматически. Результаты пользователь также сможет увидеть в приложении госуслуги.дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. В Кировском районе стартовал месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика, сообщает районный телеграм-канал. К работе по уборке территории присоединились коммунальные службы, подрядные организации, неравнодушные жители, управляющие компанией, ТСЖ, представители бизнеса. Запланированы работы по ворошению снега, уборке территории района. Планируется очистка рекламных конструкций, контейнерных площадок, вывоз собранного мусора. У военнослужащих есть возможность оформить электронные удостоверения ветерана боевых действий СВО, сообщает администрация Самарского района. Электронные удостоверения аккумулируют весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг. Необычное зрелище ожидало всех, кто решил сегодня прогуляться по Самарской набережной. В город прилетела стая розовых фламинго. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы насладиться видом этих изящных птиц, и побеседовала с орнитологом и самарцами. Удивительное явление на Самарской набережной. С наступлением весны в Самару прилетела стая розовых фламинго. Птицы гнездятся прямо на водной глади. Опытный орнитолог Евгений Первоапрельский отмечает, такое на его памяти впервые. И, конечно, для орнитологии случай из ряда вон выходящий и требующий изучения. Это довольно-таки очень интересный случай в истории миграции. И почему фламинго прилетела именно к нам в Самару? Ну, скорее всего, это произошло из-за того, что в родных краях у них просто не хватает корма. И они решили питание найти здесь. Из-за этого мы планируем в Волгу запустить креветок и крабов, чтобы было у них питание и еда. В этих кормах содержатся пигментные вещества, которые создают им окрас. А если будут они питаться, как наши чайки, то они просто станут белыми. Самарцы появление заморских птиц на Волжских берегах восприняли неоднозначно. Надо их пойти поискать. Наверняка они там есть. Было бы прекрасно аналогию эти фламинги. Тем более розовые. Лутки уже прилетели. У нас же будет фламинга. Сомнительно. Пока не видели. Я была бы очень рада, если бы это было на самом деле. Так они же в теплых странах живут. Такого не может быть. Сюда? На водную глазь. Это вам фламинги сказали? Нет, конечно. Я люблю юмор. У нас чистой розы нет. С памятью все хорошо. Сегодня 1 апреля. Как бы то ни было, самарские орнитологи планируют следить за развитием событий. И выражают надежду, что розовые фламинго задержатся в Самаре хотя бы до 2 апреля. Ксения Баканова, Полина Чулякова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!